Привет, интернет! Как я уже писал в сообществе Владимирский спорт своими глазами, пришло время двигаться дальше. Изо всем известной и сложной ситуации в 33 регионе появилась идея погонять мяч виртуальный. Эта идея не нова, я просто попытаюсь вас и себя в том числе развлечь и отвлечь от этой неприятной ситуации. Итак, где будет проходить турнир Кибер Евро 2020? Я выбрал площадку Pro Evolution Soccer. Наверное, уже более 10 лет назад я сам играл в 9, 6, даже 4 версии. Время прошло много, мои киберспортивные скиллы наверняка безнадежно утрачены, да и выбор теперь падает, разве что нам, футбольного менеджера. Но это было очень давно и неправда. Какой будет формат обзора игр? Честно говоря, вопрос сложный, потому что эта тема новая для моего канала, и я пытаюсь идти в ногу со временем. Лучшие игры посмотрим полностью, остальные попадут в так называемые обзорные дневники, да, подобные этому. И поэтому вы в любом случае увидите все голы и турнирные расклады. Как вы все прекрасно помните, 30 ноября в Бухаресте состоялась жеребьевка группового этапа финальной стадии чемпионата Европы. Но участники были определены не все. Оставалось 4 вакантных места для команд, которые попробуют пробиться через стыковые матчи через 4 пути. Вот именно с этих путей мы и начнем свой первый дневник Кибер Евро 2020. Соискатели первого пути А, так называемые попутчики, разыграли путевку в группу F, в группу смерти, к Португалии, Франции и Германии. На сайте UEFA есть информация о том, что если в этом квартете выиграет Румыния, то ее отправят в другую группу, в другой квартет, не в группу F. Но остановимся на этом подробнее, если все же это случится, если Румыния выиграет. В первом полуфинале встречались болгары и венгры. Настройки на игру я использовал в основном рандомные. Вот только сложность игры установил на максимум. Вообще в PS20 я не обнаружил режима демонстрации, поэтому я выставлял режим тренера и никак не управлял командой. Соперник же делал замены и освежал игру, однако ему это не всегда помогало. Вот первый матч сразу это и подтвердил. Болгары больше владели мечом, больше атаковали и больше били. В итоге все выросло в победный гол Спаса Делева, Спаса и Велина Попова. Круто, да? Это шум, спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Далее Исландия, Румыния. Бьюсь об заклад, что многие из вас назвали бы исландцев фаворитами этого пути. Однако скандинавы провели просто удручающую игру. Сказывается рандомная настройка формы соперников. Лишь чудом доведя матч до серии пенальти, викинги сделали главным героем матча вратаря румын Чеприано Тетарушану, не забив три 11-метровых подряд. Субтитры сделал DimaTorzok There's a toss! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Словото Субтитры сделал DimaTorzok В этот момент я радуюсь, что и дни я управляю футболистами. Исландская драма и они вместе с венграми остаются дома. В финале пути А болгары и румыны выдали напряженные нули, а в дополнительное время напряженные единицы. Здесь также все закончилось в серии после матча в пенальти, где болгарам повезло чуть больше. Чистая лотерея, где в победную точку поставил полузаседник болгар, а также тульского арсенала Георгий Костадинов. Будут ли перцы жечь в группе смерти – большой вопрос, но сегодня явно их день. Румыния не победила, поэтому Болгария отправляется в группу смерти. Болгария спешит。 Болгарии будет уже вечерненько. Болгария Sverige. Болгария вас не получше. Днего я – большого готова. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Далее путь B. Словакия, Ирландия. Рейтинг команд в ПЕС почти равный, несмотря на итальянских звезд Словакии. Очень упорные нули. И я призадумался. Смотреть ничейные безголевые матчи, это совсем не то, о чем я мечтал, и на что я рассчитывал. Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok 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 Вторая Ирландия, Северная, сражалась сразу и с Боснией, и с Герцеговиной. Наличие звезд первой величины для бывших югославов помогло забить всего один гол, и то с помощью соперников. Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 видат мурики из французского реймса и турецкого фенера соответственно запомним этих партнер а Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Далее матч украшения турнира. Две страны из постсоветского пространства выдали просто невероятные моменты. Он также будет доступен в полном объеме. Белорусы побеждают Грузию и становятся на шаг ближе к мечте. Движий-то субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Но я не зря просил обратить вас внимание на косовских нападающих. Оба по голову отправили в ворота белорусов и догнали Эрлинга Холланда в списке бомбардиров. А косово едет на Евро к Нидерландам, Украине и Австрии. Субтитры сделал DimaTorzok На этом все. Встречаемся уже в финальной части чемпионата Европы, где все участники определены. Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok